В Европе со 2 по 8 ноября заразились почти 2 миллиона человек. Общее количество инфицированных превысило 13 миллионов. За тот же период зарегистрированы более 25 тысяч летальных исходов. Всего же по состоянию начала этого месяца их количество превысило 311 тысяч. Самая тяжелая ситуация в ЕС во Франции, где за сутки регистрируются десятки тысяч новых вирусоносителей. Медики бьют тревогу, у них заканчиваются места в палатах и анимации интенсивной терапии. На помощь приходит Германия. Туда эвакуируют пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19. Еще неделю назад в нашем распоряжении были 25 коек. Мы увеличили их число до 30 и все 30 сейчас заняты. Если темпы заражения сохранятся, может так получиться, что в какой-то момент нам пациентов просто некуда будет класть. В Румынии коллеги доктора Вабеллингема вышли на улицы. Они протестуют против условий труда и требуют повышения зарплаты. Они намерены добиться от политиков, как говорят они сами, в выполнении обещаний данных не так давно. Нам сулили золотые горы, но никто даже не думал подтвердить слова делами. Нужно понимать, что поддержка медиков носит жизненно важный характер. В России также вводятся новые ограничения. В Москве с 13 ноября запрещается ресторанам и клубам работать по ночам, а студентов переводят на дистанционное обучение. В стране зарегистрированы две собственных вакцины. Это спутник Ветни и Гамалии и Эпивак от исследовательского центра «Вектор». К регистрации готовится еще один медикамент, созданный Центром иммунно-биологических препаратов имени Чумакова. В то же время россияне жалуются на невозможность купить в аптеках антибиотики и противовирусные лекарства. Продолжение следует...